МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно глобальное, второе локальное. Прежде всего, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, дал развернутое интервью немецкому изданию «Бильд», в котором он, в общем-то, коснулся очень многих вопросов. И вопросов Крыма, вопросов воссоединения Крыма с Российской Федерацией, вопросов Украины, Минска II, минских договоренностей, которые связаны прежде всего с политической реформой. И там он сказал достаточно знаменательную фразу. Для Запада я не являюсь ни невестой, ни женихом, ни другом. Я президент Российской Федерации. А у 146 миллионов граждан Российской Федерации есть свои интересы, и я их на самом деле выражаю. Вопрос был задан в связи с тем, что санкции, введенные против России, увязываются с западом коллективным, с минскими соглашениями. Президент ответил достаточно так, с юмором, относительно того, как можно требовать у России то, что должен сделать Киев. И, в общем-то, на английском языке, он даже сказал журналистам, что отдаст этот экземпляр минских договоренностей, по пунктам рассказал то, что должен сделать Киев. И даже возразил. Дело в том, что немецкий журналист задал вопрос, что нет ли увязки с тем, чтобы политическая реформа в Киеве должна быть после того, как умиротворится Донбасс. На что президент просто достал сами минские договоренности на английском языке и по пунктам указал, что никаких условий для политической реформы устройства, конституционной реформы нет. И только после этого Украина может приступать к умиротворению. Но прежде всего она должна федерализировать свое государственное устройство, прекратить, в общем-то, вот это унитарное устройство. Кстати, многие заметили, что Байден, приезжавший не так давно в Киев, фактически потребовал того же самого. Он, правда, это обозвал Соединенными Штатами Украины, но фактически идея является той же самой. Возникает вопрос, так зачем было два года вести войну против собственного народа, если, тем не менее, все идет к тому, что даже кураторы нынешней киевской власти, в общем-то, вынуждены требовать того же самого. Вообще вопросы Киева, конечно, для нас являются важными. Если вы обратили внимание, программа «Информационная война» на протяжении двух лет своей истории, в основном мы касаемся вопросов, связанных с Украиной и с Западом. Это сегодня стало актуальным еще и потому, что сегодня мне звонят коллеги с разных СМИ, друзья, и поздравляют с тем, что наша программа и я лично, в общем-то, назначены угрозами национальной безопасности Украины. И в интернете появилось огромное количество разных статей, аналитических обзоров по нашей программе, по нашей двухлетней истории. Там раскладывают, что мы говорим, что мы обсуждаем, мою там персону, как я стал директором Ялтинской киностудии, в общем-то, даже увязывают... Там есть такая смешная фраза, что мое назначение на пост генерального директора Ялтинской киностудии в мае 2006 года увязано с протекцией Леонида Кучмы, о чем я с интересом узнал в начале 2016 года. И, в общем-то, дается подробный разбор, в чем состоит суть национальной безопасности Украины с нашей стороны. Давайте бегло, подробно рассмотрим нашу позицию, нашу идеологию и, в общем-то, проговорим все то, о чем мы говорим на протяжении двух лет. Прежде всего, на Украине произошел государственный переворот. Ладно бы, если бы этот переворот был внутренний, ладно бы, если бы там одни олигархи не поделили что-то с другими, и, в общем-то, например, они в результате того, что они поменяли владельца булавы, ну, владельца, который держит верховную власть в Киеве, они, например, там умножили свою капитализацию. Тогда можно было бы понять, что это там дворцовый какой-то переворот, одни олигархи сменили других, и, в общем-то, от переменными ослагаемых сумма-то, в общем-то, для страны не меняется. Но случился государственный переворот, и это принципиально важно, с участием западных спецслужб. Причем западных спецслужб нескольких стран. И Польши, и Германии, и Израиля, и Соединенных Штатов Америки. Причем все эти спецслужбы в той или иной степени нацелены были на то, чтобы действительно создать зону хаоса, создать зону, при которой 40-миллионное население, белое, компактное, украинское, является избыточным. Его нужно сократить, при этом не в результате внешней агрессии, внешней интервенции, хотя это тоже присутствует, а в результате стравливания разных частей одного народа, для того, чтобы они начали убивать друг друга и таким образом зачищать территорию. А территория, между прочим, достаточно конкурентоспособная и с высокой капитализацией. Одни черноземы. Чего стоят? Сразу все начинают вспоминать историю про черноземы, о том, что по 5 долларов за тонну их пытаются продавать и так далее. И получается, что Украина, как исторически русская территория, что бы там ни говорили представители Бандеровского проекта или Куниадского проекта, фактически речь идет об интервенции Западной Европы руками определенной, очень небольшой части, пассионарной, этого не скрыть, жителей Западной Украины, которые в преемственности поколений были присоединены в конце 30-х годов. И в результате этой агрессии мы с вами наблюдаем даже по украинским телевизорам, что когда идут рождественские трансляции из храмов, то там нет даже трансляции из храма киевского патриархата, вот этого раскольнического. Идут исключительно греко-католические службы, которые как косвенный разведпризнак показывают, а собственно говоря, кто захватил власть в Киеве. Это с одной стороны. При этом мы понимаем, что, ну, я лично присутствовал на Майдане, зная его изнутри, я прекрасно даже знаю, в каких палатках сидели представители немецкой разведки, в каких прибалтийские. Мы точно знаем с вами, что деньги на Майдан завозились через прокладочки прибалтийских посольств, что представители Западной Европы, Германии, Польши, Франции и прибалтийских стран на Майдане выступали не только потому, что они идеологически поддерживали Майдан. Они таким образом всячески пытались оттянуть горячую фазу, когда американцы требовали начать кровопролитие. Мы с вами точно знаем, что перестрелки, которые начались на Майдане, вот эта вся бойня, она организована, собственно говоря, теми людьми, которые сейчас в Киеве у власти. Мы знаем, что расстрел этой небесной сотни, пресловутой, сделан самими майданерами. И в результате вот этой маскировки дезинформации и самотажа страна оказалась обрушена в пропасть. Она фактически повторила путь Ливии, разрушенной страны, о которой мы с вами ничего не слышим. Мы знаем только, что нефть, которой богата Ливия после убийства Муаммара Каддафи и после разрушения всей структуры управления, когда разные племена держались в одном каркасе, управляемом Муаммаром Каддафи, авторитетным национальным лидером. В результате этого страна хаотизировалась, она превратилась в зону местами даже неуправляемого хаоса. Но тем не менее, все нефтяные месторождения, нефтеналивные причалы и танкеры, которые грабят ливийскую нефть, понятное дело, сейчас принадлежат и охраняются вооруженными силами тех стран, которые Ливию бомбили под предлогом бесполетной зоны. Переносимся на Сирию. Там тоже происходит хаотизация этой страны. Это тоже с участием западных стран. И фактически вот эта ситуация, она зеркально перенесена на Киев. Что в результате двух лет произошло по сухому остатку? Вот оставим русофобию, украинофобию, вот это стравливание украинцев и русских. Что по сухому остатку сейчас происходит на Украине, в стране, в которой, например, еще в 2012-2013 году цена хлеба была такая, одна из самых низких в Европе, и при этом уровень жизни людей был меньше, чем у России. Естественно, ниже, чем в Польше и в Германии. Но, тем не менее, достаточно высокий. И на турецких и египетских курортах селились в основном в первой линии россияне, во второй линии украинцы, и только потом немцы и так далее. Это я говорю об элитах. Понятное дело, что простые люди селились, где придется. Но, тем не менее, на Украине сейчас, через два года после развязывания, после государственного переворота, после развязывания гражданской войны, которая сделана достаточно искусственно. Сделано несколько провокаций по убийству на территории бывших донецких и луганских народных областей украинских. И в результате этого Турчинов, который сам по себе ничего не решает, а только исполняет и озвучивает решения, которые делают его за кулисы, он дал 14 апреля 2014 года команду начать антитеррористическую операцию в нарушение всяческих внутренних законов Украины и прежде всего Конституции. Потому что вся вот эта маскировка, что там интервенция, российские войска, это все разговоры в пользу приезжих. На самом деле они воюют с таксистами, парикмахерами, шахтерами и жителями Донецкой и Луганской народных республик. И в этом смысле это точно применение вооруженных сил против части своего народа, которое прямо и открыто запрещается Конституции. На секундочку. И вот в результате этих действий Крым, естественно, Крым тоже пострадал от государственного переворота. Мы вспоминаем нашу историю про крымский Беркут. Мы вспоминаем уничтожение автобусов с антимайданом, которые под Корсунем фактически уничтожили боевики УНАУНСО и правого сектора. И крымчане, которые, в общем-то, всегда были носителями русской идеи, даже в условиях 60-летнего принадлежности условно-административной Украины, а особенно в последние 24 года, крымчане сохраняли свою самоидентификацию, это дорогого стоит. По большому счету, русские в Крыму встали и сказали, так не будет. И мы с вами своими глазами видели, как это все происходило. Когда нам украинские СМИ пишут о том, что мы с вами нам насильно под автоматами загоняли на избирательные участки, нам насильно выдавали русские паспорта, хочется посмеяться на самом деле в лицо и хочется увидеть человека, который это сможет сказать открыто. Не втихаря там себе писать в ноутбуке, а открыто может это сказать здесь, в Крыму. Мы с вами помним, как гнали Порошенко отсюда, русские люди, когда он прилетел сюда еще перед началом... Ну, собственно говоря, когда это все случилось, это уже были последние числа февраля, когда его гнали здесь от госсовета, это все к вопросу о том, что нас принудительно заставляли идти на референдум. Ну, тогда, а кто Порошенко гнал по Симферополю? Извините на секундочку. То есть из этого всего складывается картина мира, которую мы отсюда из Крыма ретранслируем совершенно свободно, совершенно не оскорбляя простых украинцев, граждан страны, которая была нашей страной в какое-то время, но от которой мы ушли просто в силу того, что мы не согласны жить под управлением мятежников и террористов, которые террористическим путем в Киеве захватили власть вооруженным путем. Это вооруженный государственный переворот. На самом деле, здесь сразу возникает ряд юридических прецедентов, связанных с уголовным, процессуальным кодексом, связанным с Конституцией. И они-то на самом деле это понимают. Они понимают, что рано или поздно вот это ограбление страны, в результате которого газ, который при Януковиче продавался дороже 500 евро, населению отдавался всего лишь за 400 гривен за кубометр, а сейчас при 200 с небольшим евро он продается за несколько тысяч гривен. Вот это ограбление населения, вот это снятие моржи, когда население, достаточно накопившее жирок при правлении предыдущих президентов, его этот жирок отсасывают, все ресурсы страны отправляют на Запад. По большому счету, если понимать, что западные спецслужбы поставили вот этих мятежников управлять страной, то оставшаяся государственность Украины, не государство, государства Украины уже нет, есть государственность. Тут нужно пояснить, что такое страна и государство. Страна – это территория, ограниченная границами административными, на которой живет население, на которой живут избиратели, электорат, живут люди, которые занимаются своим хозяйственной деятельностью, и эти люди как-то самоуправляются. Над этой страной существует так называемая надстройка административная, или государство. Государство, кроме того, что собирает налоги, имеет ряд силовых вертикалей, административных, гражданских вертикалей, это государство, социальное государство, хочу обратить внимание, еще и занимается тем, что стратегически управляет демографией, стратегически управляет образованием, медициной, оно поддерживает определенный уровень населения на этой стране. Так вот, когда государство было разрушено в результате государственного переворота, то вот эту надстроечку заменила другая надстроечка. Она даже называется все то же самое, должности называются то же самое, но функция изменилась. Эта государственность мятежническая, преступная, террористическая, она сейчас не занимается воспроизводством населения, основного ресурса государства. Она занимается перекачкой всех возможных активов, ну, выходом в кэш и отправкой в этого кэша кураторам, поставившим во власть. Все. Вот это падение уровня жизни, что бы там ни говорили на Украине, связанное с тем, что там террористическая угроза, что русские войска вошли, что у нас война с Россией. Это все разговоры в пользу приезжих, на самом деле идет ограбление страны. Вот эти мятежники, захватившие власть в Киеве, грабят страну, причем грабят на всех уровнях, начиная от золотого запаса, заканчивая собственностью основных компаний, которые занимаются высоколиквидными энергетическими бизнесами, строительными, другими. Есть еще задача, поскольку была на Украине какая-никакая промышленность, автомобильное, ракетостроение и так далее, но она при этом не соответствует стандартам ЕС, то этого конкурента нужно просто вырезать как ненужного конкурента. И мы с вами это видим даже на примере львовского автобусного завода, который был да перестал быть. Причем это же случилось еще и во время Майдана, когда болгары сделали заказ на определенное количество автобусов, но в связи с вот этой вот неопределенностью отказались и отозвали все свои заказы. Вот то же самое происходит на Украине со всей промышленностью, со всем промышленным потенциалом. Западу эта территория не нужна с их заводами, с украинскими заводами и с большей частью этого населения. Западу нужно это население подсократить, не тратиться на его содержание, а все ресурсы, которые есть, просто выкачивать, так как Запад это делал со всеми своими колониями в Африке, в Азии, в Океане, в Австралии и так далее, и так далее. Это обычная современная колониальная политика, когда Украина в результате государственного переворота, а фактически скрытая интервенция, когда регулярные части, нельзя сказать, что они не вошли, на территории Украины расквартированы регулярные части НАТО, небольшие, компактные, но там есть и бригады разведки Соединенных Штатов Америки, которые из Баварии переместились сначала в район Кировограда, а потом поближе к Донбассу, там есть польские части, которые расквартированы во Львовской области, это интервенция, понятное дело, что эту интервенцию осуществляют ну как бы боевики, украиноязычные даже местами, которые выращены в специальных лагерях, это было еще в 2012-2013 году, эти лагеря размещались и в Житомирской области, на Западной Украине, в Эстонии, в Польше и так далее. На Украине произошел государственный переворот, который замаскировал иностранную интервенцию, а интервенты, вспоминаем, 41-45 год, Украина уже была под оккупацией, они себя ведут совершенно не так, как даже свои собственные доморощенные олигархи. Эти интервенты прежде всего зачищают, знаете, вырастить кабанчика, все олигархи, которые выращивались на территории Украины на протяжении 23 лет, это кабанчики, которых выращивали, и вот пришло время их зарезать. Капитализация всех активов доморощенных украинских аллигаторов, она уменьшилась, и вот их активы, их жирок сейчас Запад и потребляет. За счет Украины Европа пытается поправить свои финансовые дела, за счет Украины часть своих дел пытается поправить Соединенные Штаты Америки, и поскольку, как правило, такие спецоперации, масштабные, глобальные, не делаются только ради одних целей, а там есть всегда вложенные цели, еще используется Украина как плацдарм, который даже на простом языке означает, что если в Харьковской области будут размещены элементы третьего позиционного района ПРО, а противоракетная оборона, которую американцы продавливают последние несколько лет на территории Румынии, Чехии, Польши, нужно сказать, что эти противоракеты, которые якобы направлены на то, чтобы сбивать баллистические ракеты, стартующие с территории России в случае ответного ядерного удара, они-то на самом деле создавались как многофункционально, они могут не только сбивать баллистические ракеты, а это могут быть еще и ракеты класса «Земля-Земля». То есть с территории Харьковской области теоретически можно осуществить обезоруживающий удар по территории Российской Федерации, и если посмотреть, что после того, как предатель Горбачев сдал интересы Варшавского договора и Советского Союза, при этом получил на словах устное обещание, что инфраструктура НАТО не будет распространяться, двигаться в направлении Советского Союза, либо России, оставшейся правоприемником Советского Союза, то Горбачева обманули, либо развели как лоха, и в результате инфраструктура НАТО уже продвинулась на территорию прибалтийских государств, бывших республик Советского Союза, и сейчас инфраструктура НАТО движется по направлению к той же Украине и Грузии. И вот возникает вопрос, как в этом, в этой ситуации русские люди, жившие на Украине, а мы с вами родились, кто родился в Крыму, кто родился на Украине, мы с вами в принципе понимаем украинский менталитет. Мы являемся мостиком ментальным между русскими и украинцами, и мы фактически юго-восточные русские. Это особый менталитет, это особый экономический уклад, это пояс соседлости, это особые взгляды на жизнь, это да-да, но нет, это очень определенный менталитет и психотип. И вот мы, юго-восточные русские, особенно сконцентрированные в Крыму, мы на самом деле являемся мостиком между русским миром и Украиной, которая сейчас находится под медийным экспериментом. Что случилось на Украине? На Майдане, кроме того, что там в палатках размещались пропагандисты с той стороны, там еще и если пройтись по Майдану, например, уже в конце января и в начале февраля 2014 года, в палатках уже размещались и бензин для коктейлей Молотова, и автоматы Калашникова, и боеприпасы, и все, что нужно для государственного переворота и для уличных боев. Так вот, в палатках находились представители вот этих вот боевиков и спецслужб. И в результате всего этого мы, русские люди, живущие на юго-востоке Украины, на юге Украины, мы предлагаем определенную концепцию выхода из этой ситуации. Мы прекрасно понимаем, что ситуация, которая направлена на уничтожение русского населения Украины, которая находится под медийным колпаком, не только они проводили черные магические ритуалы на Майдане, нося туда-сюда трупы, не только они пели там разные песни и молебны проводили, связанные с тем, чтобы, ну и прыгали, как невменяемое, убей в себе русского, а после того, как ты убьешь в себе русского, иди убивай других русских. Это идеологическая установка с той стороны, она очевидна. Получается, что мы в Крыму находимся в определенной достаточно комфортной ситуации. Согласитесь, что у нас ситуация намного лучше, чем на Донбассе, но мы здесь находимся как представители мостика. Донбасс ведет фактически боевые действия и обида, нанесенная вот этой кровопролитной спровоцированной войной, это на долгие-долгие годы. У нас такого опыта нет и слава Богу, но именно поэтому мы можем предложить всей Украине, исключая вот эту государственность, грабящую Украину и ее народ, концепцию выхода из этой ситуации. В чем эта концепция состоит? Дело в том, что украинские элиты, они за 24 года выращивались очень специфически. Все люди, которые не вписывались в вот это олигархическое управление, они, в общем-то, уничтожались. Даже история с Кушнаревым сюда пишется в строку. По большому счету, когда произошел государственный переворот, и когда Янукович из Донецка позвонил Путину и сказал, что у него проблемы, он не может вылететь в Ростов, и он начал автомобильное путешествие в Крым, для того, чтобы его просто спасли. Это означает ровным счетом то, что весь государственный переворот на Украине произошел по всей системе управления одномоментно. Если вы помните, 22-го Янукович подписал, 23-го он уже убыл, и 23-го в Днепропетровске уже начали валить памятник Ленину и переименовывать площади, это случилось в общем-то не в Киеве. Примерно такая же ситуация произошла по всем регионам Украины. То есть государственный переворот случился еще и потому, не только потому, что на Майдане там что-то шумели, а еще и потому, что случился сговор олигархически настроенных управленцев на всех звеньях, от областных до районных администраций. То, что сейчас происходит после выборов на Украине, это показывает. То есть люди перекрасились на ходу и то они пели присягу Януковичу и тут же они сразу переприсягнули. В результате на Украине на сегодняшний момент нет управленцев, которые бы преследовали национальные интересы. Когда говорят, что наша программа является угрозой национальных интересов Украины, то хочется у них спросить, дайте определение, в чем состоят национальные интересы Украины. Я могу сказать, как это нам выглядит из Крыма. Национальные интересы Украины состоят в том, чтобы рождаемость украинцев превышала смертность. Первое. Национальные интересы Украины состоят в том, чтобы рабочие места создавались и туда приходили инвестиции. Второе. Даже в условиях глобального кризиса национальные интересы состоят в том, чтобы Украина вернула полный государственный суверенитет, а не управлялась, не находилась под внешним управлением. И вот если это является национальными интересами, то мы являемся не угрозой, а наоборот, мы являемся помощниками достижения национальных интересов Украины. При этом мы находимся в Крыму, в русском крае, который подтвердил свою самоидентификацию и в тяжелые времена взял и сказал, что так не будет на территории Крыма. И при этом мы еще стали источником достаточно большого комплекса русских смыслов для всей остальной материковой Украины. Это не значит, что нам нужно зазнаваться, у нас проблем хватает и с точки зрения нашей работоспособности, дееспособности, общей южной такой расслабленности. Нам есть над чем работать, но тем не менее мы являемся мостиком, концептуальным предложением для народа Украины, который должен отвлечься от своего телевизора, от своей управляющей государственности, которая выкачивает ресурсы на Запад и задуматься над том, о том, в чем состоят национальные интересы Украины. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова